МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. До конца своей жизни садпаевский педофил будет находиться в заключении. Межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области вынес приговор. Более двух тысяч новых квартир появится в Караганде в нынешнем году. О планах в сфере строительства рассказал Аким города Нурлан Аубакиров на отчетной встрече с жителями. Ежегодно 15 февраля во всей республике отмечают день вывода советских войск из Афганистана. Почтить память и встретиться со своими сослуживцами ветераны собрались в Карагандинском парке Победы. К пожизненному заключению суд приговорил жителя садпаева, который обвинялся в изнасиловании пятилетней девочки. Слушания проходили за закрытыми дверями. В суде пояснили, что обстоятельства по делам о половых преступлениях не подлежат огласке. Педофила Нурлы Даулетпаева, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области, осудил по трем статьям Уголовного кодекса. Изнасилование малолетнего лица, насильственные действия сексуального характера и похищение человека. В качестве наказания ему назначено пожизненное лишение свободы. 50-летний подсудимый свою вину признал. Напомним, прошлым летом в полицию с заявлением о пропаже девочки обратился ее отец. Ее нашли в квартире задержанного местного жителя, который ранее был судим за убийство. Позже в соцсети просочилось видео, на котором полицейский избил подозреваемого. Суд города Садпаев приговорил сержанта к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в совершении пыток. В Акимате Карагандинской области провелись семинар-совещание, на котором обсуждали вопросы развития государственно-частного партнерства. Эксперты казахстанского центра ГЧП рассказали о преимуществах участия в этой программе для бизнесменов и государственных структур, а также представили свой новый продукт – зонтичный проект «Архимедов Рычаг». Это системный подход, предусматривающий создание социокультурного хаба, развитие умного города, применение новых финансовых инструментов и кластеризацию через дизайн мышления. Линейку новых продуктов казахстанский центр государственно-частного партнерства разработал в конце прошлого года. «Я должен отметить, что на сегодня существующих инструментов уже достаточно, просто нужно правильно их использовать с умом. И поэтому речь идет о том, чтобы наш проект, зонтичный проект «Архимедов Рычаг», он направлен на то, чтобы Акимы нашли диалог с бизнесом и привлекали их для совместных проектов. И вот самое важное здесь – это социокультурный хаб». Заместитель председателя центра «Талгат Матаев» представил новый продукт «Архимедов Рычаг». Его цель – реанимировать все регионы и районы, которые на данный момент находятся в критическом состоянии. «Новый продукт – это зонтичный проект «Архимедов Рычаг», который направлен на реализацию механизмов по новым продуктам, в основном направлен на местные исполнительные органы, на малые города, на ноногорода, на районные центры. Да, этот продукт даст возможность найти те точки, через которые можно будет сдвинуть региональное развитие и экономику тех или иных регионов. Это финансовые механизмы». Старший консультант фронт-офиса центра «Донабек Курман» отметил, что сейчас сотрудничество государства и бизнеса не замыкается только лишь на развитии социальной сферы. По словам экспертов, если прежде реабилитация района или села проходила за 20-30 лет, то теперь это можно сделать за короткий срок в течение 5-10 лет. Организаторы совещания показали и подробно рассказали участникам семинара обо всех новых проектах. «Мы на данный момент предоставим все новые продуктовые линейки. Во-первых. Во-вторых, покажем, как все это делается на самом деле. Укажем все пошаговые алгоритмы, как можно запустить данный зонтичный проект, кластеризацию, социокультурный хаб, чтобы наши клиенты, наши акиматы, наши бизнесмены, они сами самостоятельно могли проделывать данную работу. То есть мы покажем, как настолько это легко делается в практике». В рамках проекта «Архимедов-Рычаг» в ближайшее время в Казахстане появится аналог западных библиотек для молодежи, где будут не только книги, но и компьютерные кабинеты, кофейни и многое другое. Первые участники проекта получат поддержку от Республиканского Центра государственно-частного партнерства. На совещании также было отмечено, что всего в Казахстане заключено 263 договора государственно-частного партнерства. 21 договор приходится на Карагандинскую область. Из них 4 проекта в сфере образования и 17 проектов в сфере здравоохранения. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В этом году в Караганде появится более 2000 новых квартир. О планах в сфере строительства рассказал Аким города Нурлана Убакиров на отчетной встрече с жителями. В январе этого года квартиры в новостройке по улице Момушилы получили 132 семьи. Еще более 700 семей до конца этого года переедут в новое жилье на той же улице и в новостройках в 12 и 15 микрорайонах Майкудука. Еще три дома достроят к концу этого года в Октябрьском районе. Аким Карагандин Нурлана Убакиров отметил, что строительство жилья стало одним из приоритетных направлений и является одной из наиболее важных задач общенационального характера. Сегодня в среднем на одного карагандинца приходится 22 квадратных метра жилья. Цель – увеличить эту цифру хотя бы до 30. До конца года планируем полностью заселить три дома по улице имени Болжана Мамушилы и ввести в эксплуатацию арендный дом по улице Кузимбаева. Также завершается строительство трех домов по линии Ауакик в 12, 14 и 15 микрорайонах Майкудука. За счет частных инвестиций в рамках меморандума ЖСБК будут реализованы квартиры в двух жилых комплексах САПА и Жануя-2. Это в целом около полторы тысячи квартир дополнительно. По программе Нурлыжер в этом году в Караганде продолжат строительство семи 24-этажных домов по улице Мамушилы и пяти девятиэтажных домов в юго-западном районе города. Также продолжается строительство пятиэтажного арендного дома в 14 микрорайоне Майкудука. Позже рядом с ним планируют построить еще три таких дома. По завершению строительства дополнительно появится 2200 квартир. Кроме того, 100 новых домов начнут строить в микрорайоне Кунгей. Сейчас туда подведены все необходимые коммуникации. Мирам Гульсал Кимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. 23 февраля во Дворце культуры Горняков в 15.00 состоится отчетная встреча с населением Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Организаторы заявляют, что принять в ней участие может любой житель области. С 12 февраля начинает работать телефон горячей линии, по которому можно передать главе области свое обращение. С 19 по 22 февраля в спортивном комбинате имени Нуркена Абзирова будут проводиться дни открытых дверей с участием представителей областных управлений. В городах и районах размещены ящики для сбора обращений. На сайте Акимата Карагандинской области на постоянной основе работает виртуальная приемная Акима. 23 февраля в 15.00 часов отчетная встреча Акима области будет транслироваться в прямом эфире на областных телеканалах, интернет-ресурсе на сайте Акимата Карагандинской области, а также в социальных сетях. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлена Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Продолжаем выпуск. Ежегодно 15 февраля во всей республике отмечают день вывода советских войск из Афганистана. Чтобы почтить память и встретиться со своими сослуживцами, ветераны собрались в Карагандинском парке Победы. На мероприятии также отметили 17-ю годовщину вывода Казахстанского миротворческого сводного стрелкового батальона из Таджикистана. Около двух тысяч карагандинцев прошли боевыми тропами Афганистана. 86 из них погибли в боях. В их честь 3 ноября 1990 года был открыт мемориал в Парке Победы. Второй в Советском Союзе после Беларуси. Ныне мы, поколение СССР, на сегодняшний день мы, граждане Казахстана, исполнявшие интернациональный долг в Афганистане, в последней войне СССР при исполнении интернационального долга. Мы были ввязаны в эти боевые действия и поэтому с достоинством, достойно исполнили свой долг. И сегодня мы отмечаем 29-ю годовщину, памятные даты вывода войск. Хочу пожелать гражданам Казахстана, в целом города, детям, молодежи. Самое главное, чтобы они никогда такого не видели. И мы будем стараться, чтобы такого никогда не допустить. В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие Министерства обороны и Национальной гвардии, ветераны Великой Отечественной войны, школьники и студенты. И, конечно же, участники Афганской войны. Они собрались, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с войны, и поклониться подвигу живых. И мы сегодня отдаем дань уважения тем, кто не вернулся с этой войны. Мы благодарны тем ветеранам Афганской войны, которые сейчас с нами в строю. Которые проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Они всегда и везде своим примером нашему молодому поколению дают уроки мужества, уроки, как жить в этой жизни. Минута молчания, парадный марш военнослужащих и возложение цветов к монументу – все это в честь знаменательного дня – вывода советских войск из Афганистана. В этот день чествовали участников и другой войны. 8 февраля 2001 года из Таджикистана был выведен казахстанский миротворческий отдельный сводный стрелковый батальон, который выполнял правительственную задачу по охране внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке. За 8,5 лет в ходе выполнения боевых задач за весь период несения боевой службы погибло 43 воина-казахстанца. Из них трое карагандинцы. Всего в боевых столкновениях приняли участие около 250 наших земляков. В Карагандинской области продолжается работа по внедрению латиницы. В Академии Булашах состоялся практический семинар, который объединил преподавателей казахского языка, ученых и сотрудников Института повышения квалификации. Участники мероприятия обсудили вероятные проблемы, с которыми могут столкнуться учителя казахского языка. Переход на другой алфавит требует внушительных временных ресурсов. Главная задача – подготовка квалифицированных кадров, которые будут не только обучать население казахскому языку на основе латинской графики, но и готовить методические материалы. На семинаре участники обсудили возможные проблемы, которые могут возникнуть при переходе с кириллицы на латиницу. Во-первых, знаки и звук будут совпадать друг к другу. Вот это самое главное. Звук один, а знак совсем другой. Вот эти моменты. Ну, видите ли, это просто одним словом сложно. Сотрудники Академии Булашах не просто высказываются в поддержку перевода казахского алфавита на латиницу, а показывают это на деле. Организаторы практического семинара обучали преподавателей казахского языка различных образовательных учреждений тонкостям нового алфавита. Видные ученые и филологи выступили с докладами о новых методиках преподавания казахского языка после перехода на латинскую графику. Присутствовавшие отметили высокий уровень организации и мероприятия. По окончанию семинара всем участникам вручили сертификаты. Стоит отметить, что сегодня ученые проводят большую работу по научно-методическому обеспечению перевода казахского языка на латинскую графику. Полностью казахский алфавит в латинской графике будет внедрен до 2025 года. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. У карагандинских медсестер появилась возможность повысить квалификацию в зарубежных странах. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев. На конференции, посвященной совершенствованию сестринской службы, с докладами выступили специалисты по сестринскому делу лечебно-профилактических организаций региона. Первый человек, с которым сталкивается пациент – это медсестра. Зачастую медсестры и медбратья проводят с больными больше времени, нежели врачи. Поэтому сестринская служба требует постоянного совершенствования. С этой целью была проведена практическая конференция с участием специалистов лечебно-профилактических организаций. Руководитель управления здравоохранения Ержан Урлобаев озвучил приятную новость. Из бюджета области планируется выделить средства для обучения медсестер как на территории Казахстана, так и за рубежом. Обучение будет проходить не только в организациях Республики Казахстан, но и в заявлении пределами. Поэтому это не последняя конференция. Обязательно мы будем приглашать зарубежных специалистов. Я знаю, что некоторые наши медицинские организации приглашали специалистов из Израиля, а именно профессоров по сестринскому делу, которые проводили мастер-классы, проводили семинары с нашими медицинскими сестрами. Директор высшего сестринского колледжа Манжол Нурбеков рассказывает, за последние несколько лет в сфере медицины произошли значительные изменения. Главный внештатный специалист по сестринскому делу отметил, уровень знаний и профессионализма средних медицинских работников высок, но немного хромают коммуникативные навыки. Чтобы в будущем не возникало проблем с эффективностью общения медицинского персонала и населения, программу обучения в медицинских колледжах будут совершенствовать. Во-вторых, мы решили во всех колледжах Караган-Дискобус, это Балкаш-Тимур-Тауческазка, наш колледж, надо составлять хорошую программу, обучать каскадным методам преподавателей. Здесь надо приглашать с университета медицинского совместно, и двух-трех преподавателей еще нужно научить, и потом во всех районах, районах, городах должны провестись. Татьяна Мустапинова посвятила сестринскому делу больше 30 лет своей жизни. Женщина призналась, у большинства средних медицинских работников проблема взаимодействия с пациентами вправду присутствует. У опытной медсестры есть свое видение решения данной проблемы. Я, знаете, думаю, как это должно уже решаться на уровне даже образовательной школы, потому что в профессию должны идти те люди, которые выбрали эту профессию, которые считают, что они смогут работать в этой профессии, а коммуникативные навыки будем сотрудничать с медицинским колледжем, где будем направлять наших медицинских сестер на обучение коммуникативным навыкам. Сами проводить будем занятия с медицинскими сестрами. У нас было предварительное тестирование, мы показали неплохие результаты, но нам есть к чему стремиться еще. Для повышения квалификации медсестер открыты специальные курсы. Обучение на курсах стартует 19 февраля. Планируется и улучшение методик преподавания в колледжах. К примеру, в текущем году будет выделено более 200 миллионов тенге на ремонт и организацию стоматологической клиники на базе Живско-Сганского медицинского колледжа. Это шаг на пути полного перехода на дуальное обучение. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Вместо грабительских штрафов предупреждение на первое время. Руководители областного департамента по чрезвычайным ситуациям встретились с предпринимателями. В ходе круглого стола рассмотрены изменения и дополнения в Кодексе об административных правонарушениях. Одной из главных задач определенной главой государства является вхождение Казахстана в 30-ку конкурентноспособных стран мира. Одно из решений – государственная поддержка бизнеса, снижение административных барьеров и контрольно-надзорных функций. Об этом шла речь на встрече в региональной палате предпринимателей Атамикен. Это глобальное изменение в том, что сейчас сокращенное производство по линии административной практики, то есть это подразумевает 50-ти процентную плату штрафа. То есть раньше на нашу статью это не распространялось, то есть в связи с изменениями теперь распространяется на нашу статью. То есть если нарушитель правил пожарной безопасности в течение 7 дней при согласии с нарушением оплатит 50%, то сумма штрафа, естественно, в два раза сокращается. Если он не воспользуется этим правом, то, естественно, на общих основаниях будет общая сумма штрафа. В ходе «Круглого стола» обсудили ситуации, связанные с ущемлением законных интересов предпринимателей. В частности, были рассмотрены изменения в кодексе об административных правонарушениях. Одно из них – обязательное применение санкции предупреждения. Основное изменение – это то, что касается наших проверок по линии Департамента по чрезвычайным ситуациям, то есть проверки противопожарного состояния. На первый раз мы будем выносить предупреждение. То есть раньше, если был этот штраф денежный, то сейчас выносится предупреждение, проверка завершается, вручается предписание. И если не исполнены мероприятия в предписании, тогда уже составляется административный протокол на штраф. О завершении круглого стола сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям ответили на все вопросы предпринимателей и дали рекомендации по неукоснительному соблюдению правил пожарной безопасности. С 17 февраля по 11 марта в Караганде Московский цирк представляет новую программу «13 чудес цирка». Зрители ждут 13 лучших и признанных цирковых номеров. Московские артисты обещают зрелище потрясающего масштаба, который удивляет и восхищает, шокирует и радует не только детей, но и взрослых. Карагандинскую публику ждут африканские львы, дрессированные попугаи и многое другое. С одним взрослым может пройти один ребенок в возрасте до 5 лет. Билеты в кассе Карагандинского цирка. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Амансово Умстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова